Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Миллионов как в нашей стране, так и за рубежом. Ну, это правда, абсолютно. Поэтому хочу искренне поблагодарить тебя за то, что ты к нам пришла. Потому что для нас это большая честь. Тем более, если честно сказать, по-моему, кто-то из представителей как раз-таки джаза у нас еще не был здесь, замечен. Ну, значит, я вообще первая, первооткрыватель, получается, да? Ну, в общем, да, в какой-то степени. Ну, надо сразу сказать, что, помимо того, что, конечно, прекрасный собеседник и масса тем есть для разговоров, но есть еще очень важные поводы и есть чем поздравить. Ну, во-первых, очень плодовитый год, 17-й, если не ошибаюсь, по поводу выпуска альбомов. Целых два альбома было выпущено. Даже три. Даже три. Вот, расскажешь сейчас, с чем связана такая бурная активность. Ну, и в марте этого года состоялась презентация альбома. Уже этого года или еще 17-го? Нет, это была презентация альбома, выпущена в конце... Да, в конце 17-го. Да, да, да. Так, друзья, ну, из предстоящих событий, куда мы с вами должны обязательно отправиться, 18-е апреля, это сольный концерт в Московском Доме Музыки. Об этом тоже, конечно, попрошу. Давай, может быть, с него начнем, если ты не против, да, по поводу этого сольного музыкального концерта. Ну, честно говоря, у нас получилась такая ситуация неожиданная, для меня вообще шоковая. По техническим причинам, по причинам именно в организаторах дела, концерт отменился. Но у нас состоится концерт 27-го апреля в Петербурге. Так. Вот. Так что ничего не исчезло, просто у нас другая дата, 27-го в Петербурге. Да, верно. Санкт-Петербург, 27-го апреля. Да. Ну, что это за программа, чем она отличается? Презентация ли это альбомы, или это нечто новое? Чем будешь удивлять? Я буду удивлять. Это не презентация альбома, потому что все три альбома уже презентованы. Это моя новая программа. Это рок-хиты зарубежные в моих джазовых аранжировках. Как круто. Да. Так что это будет такая интересная вот именно компиляция джаза и рока. Будет настоящий рок, но в джазовом как бы таком саунде, да, чисто джазовое трио. Но я буду прям рычать, как настоящий рокер. То есть понятно уже, что любители джаза однозначно будут, но здесь должны присоединиться еще и рокеры, скажем так. Я хотела бы, да, поделиться с ними своей любовью к року. Ну, они же такие, наверное, люди все-таки достаточно ревнивые, понимаешь, в каком смысле, да, чтобы сказать, ну зачем, ну зачем посягать на святого, зачем? Есть такое, да. Ну ты отчаянная, я так понимаю, смелая девушка. Ну девочкам можно много, я себе позволила. Да. А что за бэнд будет с тобой? Или это будет оркестр? Это будет мой бэнд, трио Алексея Бекера. Это пианист, который сопровождает меня вообще с самого начала моей карьеры. Мои любимые музыканты. Это топ вообще джазмены страны. И я им полностью доверяю, поэтому, собственно, все мои новые программы с ними у меня происходят. Так что будет весело, интересно. Я, конечно, очень хочу попросить тебя что-нибудь тогда вот из новой программы прям исполнить, хотя бы фрагмент. Ну потому что уже я представляю, что многие сейчас, кто у телевизоров в рюме, как это уже стали представить, рок и в джазовой обработке. Ну как же это может быть? Честно говоря, рок трудно мне сейчас без аккомпанемента. Но я могу напеть другую веселую песню. Я даже взяла с собой маракасик. Отлично. Для того, чтобы продемонстрировать свои возможности перкуссиониста. Я спою кусочек латиноамериканской песни, которая называется «Суданца-самба». Супер. Браво! Браво! Мне кажется, это очень годится для сегодняшнего солнечного дня. Это правда, потому что, ну, все-таки все зависимы от погоды в основном. Не знаю, может быть, меня окружают такие люди, но это да. Я завижу солнце, я сразу рада с ней становлюсь. А как тебе кажется, может быть, это творческие люди в основном зависят от погоды, от природы? Или все? Вообще, творческие люди и дети очень зависят от погоды. Но есть же мудрые слова, да, у природы нет плохой погоды. Поэтому мы творческие люди должны об этом помнить и ни в коем случае себе не разрешать унывать или грустить. Надо идти вперед, всегда. Надо идти вперед, улыбаться и радоваться. Про твои альбомы хочу с тобой поговорить, которые выпущены были как раз в прошлом году. Почему вдруг сразу три? До этого было два выпущено, то есть всего на сегодняшний день пять пластинок, правильно? И, значит, тут один, ну, понятно, там потом второй, и тут сразу три за год. Что случилось? Кто-то появился в твоей жизни, не знаю. Может быть, идейный вдохновитель есть в этой истории? Нет, вышло так, что материал для этих альбомов мы записали в один период времени, аж в 2011 году. И долго шла подготовка, обработка, мастеринг, сведение, долго шло, именно лицензирование было. Потому что в нашей стране это очень важный пункт, да, нужно, чтобы все было с правами. Вот, и не поверите, несколько лет ушло на очистку прав. Но в конце концов это случилось, и почему-то все в один момент. У меня и вышел диск с американскими джазовыми стандартами, который называется All That Jazz, все это джаз. Вышел альбом на легендарной фирме «Мелодия», который называется «Осторожная музыка». Ну, это уже русский материал, русскоязычный. Да, да. То есть получилось у меня два разных материала на русском языке. Это джазовые аранжировки русских советских песен. Это был мой первый опыт аранжировки. Я очень волновалась, как это примет публика. Но в итоге люди сказали, ой, классно. Вот. Ну, а джаз — это типичная моя стезя, и люди тоже с удовольствием сейчас приобретают в iTunes. Это можно на любом цифровом поле, собственно, сейчас приобрести. Ну, и еще вышел один диск, который называется «Ключ от королевства», тоже на русском языке, на фирме Artbeat. Так что вот все вот так раз. Лучше бы оно выходило ровненько каждые пару лет, но вот так получилось. Ну, как случилось, да. Главное, что произошло. А «Ключ от королевства» — это что за альбом? «Ключ от королевства» — он практически дублирует диск «Осторожно, музыка», но там немножко по-другому все сделано. Ну, в общем, просто другая пластинка получилась, хотя вроде материал тот же. Вот, но все же на русском языке. Скажи, пожалуйста, дорогая Аня, раз ты говоришь, что это все было записано в 2011 году аж, я могу предположить, что за 7 лет, учитывая, что сейчас 2018, там, наверное, у тебя поднакопилось, ну, раз в 17 поболее уже. Да, да, много всего. И выпущены были программы на русском языке. Сначала у меня была такая эфиричная программа «Джазовый акцент», песни советских кинофильмов. Люди просто сошли с ума, говорили, не может быть, чтобы такое вообще происходило. Тоже, опять же, я вот занимаюсь кроссовером последние годы, мне интересно брать совершенно не джазовые произведения и по-джазовому их представлять народу. Народ, ну, там шаланды полные кефалии, да, вот в джазовом ключе, это очень странно, никто не ожидал, да, например. Потом была программа «Женские истории», где у меня такая прямо любви вот такая женская история, начиная вот от становления женщины до ее зрелости, вот как бы путь женщины, показанный в песнях. Вот такая интересная была история. Я тогда ждала свою вторую дочку, я была беременна, и это, наверное, было особенно трогательно. Так что вот, такие события. Друзья, мы обязательно продолжим общаться с нашими гостями, оставайтесь с нами, а пока небольшая музыкальная пауза. Друзья, это телерадиоканал «Страна.ФМ», программа «Лучшая в стране». У нас сегодня в гостях джазовая певица Анна Бутурлина, Санкт-Петербург, ты, конечно, уже знаешь, так и помни, не забывай, здесь нетерпением 27 апреля сольный концерт в концертном зале у финляндского. Ну, жители Москвы и гости столицы, конечно, тоже могут спланировать поездочку, отправиться туда и получить колоссальное удовольствие. Ань, сейчас хочу попросить тебя, наверное, рассказать, да, про видео небольшое, которое мы сейчас попробуем посмотреть, что это за блистательное выступление, где это происходит и почему-то знаковым для тебя является. Запускайте, пожалуйста. О, кстати, вот ничего, звук. А звук это нет? А, у тебя, у меня-то есть звук, да. А, я его не слышу, потому что все, понятно. Ну, это, это я с оркестром кинематографии. Мы сотрудничаем уже много лет. Это на сцене концертного зала имени Чайковского, Московской филармонии. Очень красивые у нас программы. Уже вот лет 12 мы вместе. Роскошно. Хочу попросить прибавить немножко звук погромче хотя бы. Спасибо. Можно убавлять чуть-чуть, а видео, я думаю, уже можно не выбирать, да? Мы на видео с тобой продолжим говорить. Ну, роскошно очень. Видео мы взяли из интернета, поэтому звук я, пообращайте, вот она слушает, а не смотрит, он соответствующий, друзья. Следующий вопрос. Анечка, а где же видеозаписи с блестательных концертов, съемки, профессиональные, клипы? Ну, вот скажу так, поскольку я не в шоу-бизнесе, у нас с этим потруднее. И в основном все съемки концертные, в основном они делаются вот как-то на ходу, случайным образом. Есть иногда клипы. У меня есть один клип, но он такой очень романтический. Я подумала, что сегодня, наверное, он будет неуместен. Решила показать свое блестящее платье. Ведь женщине главное красиво выйти. Это женщина. И многим мужчинам, которые, кстати, взяли, им тоже главное, чтобы женщина красиво вышла, чтобы смотреть это все. А дальше там, ну, даже, может, пусть и не поет. Но нет, что касается тебя, конечно, люди хотят и любят слушать твой голос. Что хочу вот спросить у тебя, Анечка, по поводу твоего сегодняшнего, наверное, ощущения и удовольствия от того, что сделано на сегодняшний день в джазе. Ты уже экспериментируешь. И в роке все было. И для детей даже тоже. И русские песни, да. Классика джазовая, разумеется, да. Есть ли что-то еще, что тебе интересно в джазе сделать? Вообще, я очень люблю академическую музыку. Люблю оперу. И моя мечта сделать оперные произведения, знаменитые в джазовых аренжировках. Это, в принципе, возможно. Это очень сложно. Тут тонкая грань, нужно не свалиться в дурной вкус, да. Нужно соблюдать оба жанра. И как-то вот... Ну, это сложно. Но я надеюсь, что когда-нибудь я это сделаю. И люди искушенные, а может быть, и те, кто хотят приобщиться к опере, к джазу, они это оценят, поймут. В общем, у меня вот в проекте такое. Ну, плюс еще мне очень интересен театр. И очень хотелось бы сделать какой-нибудь театральный проект. Театр плюс музыка, театр плюс джаз, что-нибудь такое. Ну, мюзикл, это тебе знакомых хорошо, я тоже понимала, что эти мюзиклы. Да, Дракула, Пенелопа. Пенелопа и сейчас идет спектакль, да-да-да. Он будет 9 июня, например, в Москве. Так что можно будет посмотреть этот спектакль. Ну, ты сейчас говоришь именно о театре. То есть ты отличаешь, да, соответственно, мюзикл и театр. Да-да-да, это разные совсем. Мюзикл это мюзикл, там, где все поется. Театр, то есть именно драматически тебя интересует? Да. Или с вкраплением, не знаю, джазовых каких-то композиций? Ну, моя мечта, например, какой-нибудь спектакль поставить драматический, где еще была бы и музыка живая. Вот как-то это все. То есть не петь все, а вот именно драма какая-то была бы с музыкой. Вот это интересно. Очень хотелось бы. И тебе хочется именно актрисой предстать в данном образе. Раз у меня есть такой опыт, надо, как говорится, использовать свои возможности. Может быть, это случится. Режиссеры налетать. Ну, ты же признаешься всегда в интервью, что у тебя все случается. То, что ты хочешь, ты идешь к этому, и все получается. Ну, значит, да. Пусть, да. И сцена театральная тоже в ближайшее время у тебя появится. Друзья, прерываемся ненадолго. Будьте с нами. Лучшее в стране. На телерадио-канале Страна.ФМ Программа продолжается. Анна Бутурлина у нас сегодня в гостях. Друзья, 27 апреля сольный концерт джазовой певицы в Санкт-Петербурге. Если есть возможность, обязательно посетите это мероприятие. Я думаю, что оно будет феерично просто. Ну, в этом сомнении никаких нет. Я даже новые костюмы подготовила специально под рук. Такие дерзкие. То, чего я раньше себе не позволяла. Ты сама этим занимаешься? Или есть у тебя помощники, группа, дизайнеры, стилисты? Нет. Я сама себе режиссер, костюмер. Продюсер. Да, да, да. Это нормальная история для джазменов. Но я не унываю. Надеюсь, что когда-нибудь у меня появится концертный администратор, который избавит меня от каких-то ненужных мелочей. Но мне нравится то, что я делаю. Это видно, в общем, по тебе. Это колоссальное удовольствие наблюдать таких людей, которые очень любят свою работу. Это огромное счастье. Ань, ну получается, что джаз-то у тебя был в твоей жизни прям с самых-самых юных каких-то лет, да, сразу же после училища. И уже эстрадо-джазовое отделение Гнесинки. И после этого даже никаких попыток сбежать из джаза не было. Не было. Но я постепенно просто расширяла свои границы. И вот появился оркестр кинематографии, с которым я пою хорошую такую эстраду, песни, кинофильмов. Появились другие оркестры. Я по всей стране езжу. Появились озвучивания мультфильмов. То есть в моей жизни очень интересны есть жанры, которые я обожаю и которые не менее ценны для меня. Про мультики обязательно сейчас поговорим. Я немножко хочу с тобой поговорить как раз про тот период, когда ты всё, окунулась в джаз, ушла с головой. Потому что до этого же было дирижерское хоровое отделение. Да, да. Соответственно, академическая вся такая история. Да, я была очень строгая девочка послушная. А потом стала петь джаз. А потом стала петь джаз. Почему? Ты что-то услышала? Кого-то услышала, кого-то увидела. Кому-то хотела что-то доказать, я не знаю. Может быть, или обратить на себя внимание. Что заставило? Ну, я вообще всё время пела, да, и искала то, в чём я буду органично, что мне будет интересно, комфортно. Очень хотела стать оперной певицей. Ходила по прослушиваниям. Педагоги меня смотрели. Но у меня был трудный период, как у девочек ломается голос. Я болела. В общем, ничего не получалось. А потом мой друг начал наигрывать джаз просто в перерыве между парами. И я услышала эти потрясающие гармонии. Говорю, что это такое? Он говорит, это Эрл Гарнер. Я говорю, боже, я хочу это спеть. Он говорит, да пожалуйста, вон есть слова, давай в своём. И вот всё, какие-то минуты решили мою дальнейшую жизнь. А ты сможешь фрагмент исполнить вот этой самой песни, которая определила твой жизненный путь? Я с ней, кстати, вышла впервые на джазовую сцену. Вообще так уж получилось. Она меня сопровождает. Называется она «Вместе туманно». Такая чувственная, такая волшебная просто композиция. Я сейчас подумала, что вполне возможно, так же, как и ты когда-то, кто-то сейчас послушал в твоём исполнении джаз и, может быть, тоже побежал куда-то и сказал, я хочу учиться, всё. Я теперь буду джазовой певицей. А скажи, пожалуйста, всё-таки джаз тогда, когда ты начинала им заниматься, и джаз сегодня в России, поговорим о российском джазе. Видишь ли ты какие-то, не знаю, продвижения в этом? Может быть, больше артистов, качественнее? Или наоборот, появилось многое, которые называют себя джазами, а не очень-то таковыми являются? Ну, джаз вообще всегда было модное слово, мне кажется. И многие исполнители себе приписывают джаз как жанр, в котором они работают. Но реально вокруг джаза очень много музыки, которая чуть-чуть с ним соприкасается, но является там поп-музыкой, ещё какой-то не джазовой. Но в наше время, если говорить о чистом джазе, в котором я ворюсь, конечно, очень много произошло. Музыканты джазовые появляются, их много, они удивительные люди, они готовы идти сквозь все трудности жизни нашей и заниматься своим любимым делом. Люди сочиняют музыку, они делают аранжировки фантастические, куча джазовых фестивалей в России. Очень много делает Игорь Бутман для развития джаза. Он просто... Ну, он глыба. Он двигает джаз в стране с такой скоростью. Вот только ему, видимо, подвластно это. И счастье, что он этим занимается. У него свой оркестр, с которым я не раз выступала. У нас несколько лет были гастроли по России. Так что джаз развивается. И появляются очень интересные направления. Люди начали обращать внимание на нашу российскую музыку. Ты имеешь в виду, за рубежом стали обращать внимание? За рубежом стали обращать внимание. И в нашей стране музыканты с увлечением обрабатывают, аранжируют нашу российскую музыку. Но мы же в нашей стране живем. Нам надо людям дарить то, что они любят. Потому что сухой чистый джаз, он интересен узком кругу любителей. Надо расширяться. Конечно. Поэтому я, собственно, и расширяюсь. Спасибо тебе за это большое. Я хочу сейчас, чтобы мы послушали «Зеркало». Это как раз тоже твое выступление. Мы его посмотрим и послушаем. Это совсем не джаз. Это еще одна моя грань. Я прошу как раз тебе рассказать, что это за опыт, что это был за проект. Запускаем. Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий. Я выпытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачта корабля. И вы на палубе. Вы в дыме поезда. Поля, поля. В вечерней жалобе. Вечерние поля в России. Благословляю вас на все четыре стороны. Благословляю вас на все четыре стороны. Благословляю вас на все. Четыре стороны. Благословляю вас на все четыре стороны. Я нередко участвую в программе «Романтика романса» на телеканале «Культура». Я, кстати, была одной из первых артисток, кто вообще в первых программах снялся. Тогда это еще было, только пробы были. А сейчас уже эта программа какая популярная. И там я выступаю с романсами, тоже с какими-то эстрадными произведениями. Но я туда джаз не тащу, как говорится. Я считаю, что чистота жанра, который там соблюдается, ее лучше сохранить. Потому что можно было там шуба-ду-баду. Но я не знаю. Меня, видимо, как музыканта с высокой культурной планкой, это не забавляет. Я люблю оставлять все. Ну, такие слова, такие тонкие моменты. Не надо их портить ничем лишним, как говорится. Ну, я с тобой соглашусь. Мне кажется, тоже многие скажут, что не надо экспериментировать над чем-нибудь другим. Но только не над этим. Давайте немножко поговорим про твою работу с мультфильмами. Есть же замечательные истории. Озвучивала ты, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Не ошибаюсь. Да, Тиану, значит, мультфильм «Принцесса и лягушка» и «Ельзу холодное сердце». И плюс еще исполнение саундтрека, песни «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце». Что для тебя эти работы? Тоже эксперимент, тоже возможность как-то, не знаю, себя попробовать в чем-то ином? Ну, это счастливая случайность. Потому что, чтобы попасть в проект Disney, нужно пройти голосовой кастинг. Туда не берут просто за красивые глаза. И первый проект, в котором я участвовала, «Принцесса и лягушка», это был мультфильм с джазовой музыкой. Ну, и они искали исполнителей, которые могли бы в этой стилистике работать. Нашли меня. Это был вот первый мой опыт озвучивания. Я подошла, как говорится, по голосу. А потом пригласили спустя время на кастинг «Холодное сердце» и опять подошла. Вот. Это очень интересная работа. Я прям погружаюсь настолько. Это другой мир, из которого не хочется выходить. Там, например, месяц сидишь в студии, записываешь эти реплики, диалоги, песни. У них такая политика, что артист должен и говорить, и петь. Там нет такого, что один говорит, а второй поет. То есть я все делала сама, как и все остальные артисты. Я очень горжусь тем, что эти работы так нравятся людям. Мне написали сотни вообще людей с благодарностями. И взрослые, и дети. В основном дети, конечно. И до сих пор отзвуки этих работ, они меня так греют вообще. В общем, здесь ты тоже готова еще к сотрудничеству. Конечно. К открыток, к предложениям. Друзья, мы ненадолго с вами простимся. На 2,5 минуты музыкальной паузы продолжим общаться со мной. Программа «Лучшая в стране». Анна Батрулина у нас сегодня в гостях. Джазовая певица. Замечательный концерт ожидает жителей Санкт-Петербурга и гостей северной столицы 27 апреля. Это концертный зал у финляндского. Заранее позаботитесь о билетах, чтобы уже наверняка оказаться в зрительном зале этого самого чудесного концертного зала. Я смотрю на биографию твою, Ань, и пытаюсь... Это долго очень, если пересказывать. Ой, не надо. Твои сотрудничества, да, всевозможные гастроли по всей стране и, разумеется, за ее пределы в разных странах. Даже выступление на Генеральной Ассамблее ООН. И такая была история твоей биографии. Я, может быть, хочу только спросить тебя. Самая яркая твоя эмоция получена, да, какое-то, может быть, знаковое такое выступление, ну, прямо вот особо выделяющееся из огромного перечня сотрудничеств. Ну, наверное, самые мощные впечатления у меня все-таки остались от моей юности, так скажем. Когда я вот только-только выходила на сцену, мне было очень страшно. Но я знала, что я не могу без музыки. Это уже с джазом, именно, выходила на сцену. То есть, когда я занималась академической музыкой, все было понятно, все привычно. И не страшно. Да. А тут нужно было, во-первых, другую музыку исполнять, во-вторых, быть совершенно в другом образе. Даже надеть обтягивающее открытое платье для меня в тот момент было подвигом. За спиной сидят 20 мужчин брутальных, и я с открытой спиной. Я не знаю, когда я вышла первый раз, наверное, подо мной была лужа от того, что я впотела как мышь от ужаса. Мне было очень страшно. Но я сделала этот шаг, я поняла, что иначе я не смогу, мне надо преодолеть это волнение. И так постепенно, шаг за шагом, я успокаивалась. Тогда я выступала с оркестром Олега Охи, Анатолия Ашеровича Кролла. Он меня взял 19-летнюю, неопытную, в свой роскошный МКС Биг Бенд, поверил в меня. И вот мои первые выступления были именно с этим оркестром. Он мне дал дорогу в будущее, окрылил меня. Как и многих молодых, он сейчас вот очень многим артистам дает дорогу. Вот так любит молодых, помогает им. А ты делаешь это? У меня был опыт организации вокального джазового конкурса в Москве. В 2009 году. Да, я попробовала себя в этой роли после того, как сама съездила на два зарубежных конкурса вокальных. Мне очень понравилось. Не просто съездила, а стала лауреатом. Да, я стала лауреатом. В международных конкурсах. Понаблюдала, как это делается и решила попробовать у нас. Все прошло гладко, идеально, все было отлично. Но я так устала, так измучилась, что поняла, нет, тут надо либо заниматься собой и продолжать петь, либо браться за организацию. Очень многие мне писали и звонили, может быть, продолжишь, давай еще, давай еще. Я говорю, нет, ребят, мне нужно развиваться в своей профессии. Не могу я столько сил на это тратить. И, в общем, решила пока это прекратить. Может быть, когда я буду старенькая. Ой, ну, мы не дождемся этого. Ну так, просто на будущее можно как бы себе иметь такое занятие. Я не против. Немножко про дочек твоих замечательных хочу поговорить. Младшенькая Антонина, ну, два годика там скоро, да, как-то? Год и семь. Год и семь. Ну да, скоро, да. Про будущую профессию, наверное, пока еще там рановато, хотя, может быть... Она поет и танцует. Понятно. Я не знаю, кем она будет, но музыка. Музыкальная девчонка? Ой, вообще. Евдокия, старшая дочка твоя, 12 лет ей, но очень разносторонний ребенок, увлекается всем, чем можно. И пишет, и сочиняет, да, и спорта там есть место, и искусству там есть место, то есть тому же самому пению. Но она уже у тебя как-то проявляет интерес к джазу? Нет, она ищет свой путь, и я согласна. Нужно помогать ребенку найти свой путь. Не нужно ей ничего навязывать. Надо просто много-много предлагать всяких направлений, показывать, информировать. Она, мне кажется, гуманитарного склада человек. Хотя, кто знает, может, в ней математический талант откроется. Но сейчас ей интересен какой-то дизайн, видеосъемки. Она делает там свои такие фильмы. Ну вот, наконец-то и будет человек, который все это снимет и все это до мира донесет. Да, она говорит, мама, да, я согласна, буду снимать тебя, ну посмотрим. Вот главное, чтобы ей нравилось, потому что я считаю, что заниматься своим делом, найти свое призвание, это главное вообще в жизни. А какую музыку она слушает? На чем она растет? Она растет. Ты знаешь, ты контролируешь вообще этот процесс? Ну вообще, я пыталась одно время следить за тем, что она там качает в интернете, что она смотрит и слушает. Потом поняла, что это бесконечный список, ей все интересно. Ну естественно, она растущий человек, она и слушает. Познающий еще мир, да. У нее там и Лепс, и Егор Крид, и какие-то там рок-произведения, не знаю, какой-нибудь Аглики Джо, там что-нибудь, и Битлз, все что угодно. То есть все, что ей попадает, нравится, она с удовольствием в свой плеер закачивает и слушает. И пусть, потом она отфильтрует, возможно, у нее что-то выделится главное в жизни. А может и музыкантом станет, кто ее знает. Ну да, время есть еще любопытно. Но ты не будешь ей никогда запрещать заниматься музыкой. Скажешь, ты дочка, ты не представляешь какой-то труд. Я ей об этом говорила. А, уже сказала, да дальше? Я помню, когда она была малюсенькая, она говорила, мама, я не хочу быть певицей. Я говорю, почему? Ну вот тебя вечерами нет, мне так грустно. То есть она отметила, что когда мамы вечером нет, и она не укладывает спать, это грустно. И может быть тогда она и решила, что жизнь артиста не для нее. Может быть так. Оль, скажи, пожалуйста, наверняка там хотя бы изредка все равно каналы щелкаешь, да, какие-то телевизионные, возможно, там радиостанции тоже, когда едешь в автомобиле. Ну, в основном-то в эфирах, в общем, люди как-то не из джаза совершенно. В основном не из джаза. Вот задевает тебя, что ты думаешь на этот счет? Ну, я думаю, что джазу можно больше, конечно, внимания уделить в нашей большой стране, потому что жанр очень хороший, интересный, и он, мало того, он доступный для людей. Почему-то есть такое клише, да, что джаз сложная музыка, она не для всех, но это не так. Потому что, я говорю, он сейчас развивается, он совсем не такой, как он был когда-то, и не нужно иметь какой-то огромный музыкальный опыт и багаж, там, для того, чтобы прийти на джаз в конце. Да, конечно, нет, потому что джаз — это, в первую очередь, эмоция, которую дарят со сцены. Он весь наполнен счастьем, светом, радостью, потому что, ну, я для себя сделала вывод, что в то время, когда он появился в начале 20 века, возможно, люди были так бедны, несчастны, так они были ущемлены, это же в основном музыка черных, что они себе придумали вот такой вот спасательный такой вот круг в виде музыки, которая вся наполнена радостью и мажором, в буквальном смысле слова. Джаз весь мажорный, то есть радостная музыка. Они пели, играли эту музыку, танцевали под неё, и, видимо, таким образом забывали о своих бедах, да, и грусти. И вот так вот эта музыка и покатилась дальше через десятилетия и до сих пор. Да, и, к сожалению, беды и грусти случаются и в наше время, поэтому джаз нам необходим и сейчас. Это вечная музыка. Он поднимает настроение и улучшает здоровье, я вам обещаю. Коротенький перерыв, и мы продолжим, оставайтесь с нами. Программа продолжается, Анна Бутурлина у нас сегодня в гостях потрясающий джазовый концерт 27 апреля в Санкт-Петербурге, друзья. Ну и до конца этого часа общение здесь в студии телерадиоканала «Страна-ФМ». Анечка, дорогая, понятно, что джаза в твоей жизни много, очень много, и только живые выступления, и только с бендами, и с оркестрами у Анны, между прочим, даже нет минусовок, друзья, да. Мне кажется, что это единственная артистка уже в нашей стране осталась, у которой нет минусовки. Но это не потому, что никогда не хочется, а потому, что вот принципиально я выступаю только с бендом, только с классными, профессиональными музыкантами с большой буквы. Коротко, Анечка, что помимо джаза еще в твоей жизни есть? Дочки, понятно, замечательные. Ну что, я очень люблю путешествовать, например. Мы каждый год куда-нибудь ездим, то Италия, то Испания, то Греция, то... Ну, в общем, какие-то страны, я, конечно, больше люблю море. А в Греции джаз есть, скажи? В Греции джаз, я думаю, греческий. Ну, на самом деле, везде в каждой стране есть свой джаз. В Италии итальянский и так далее. Ну, какой есть уж, да, что тут говорите. Нет, джаз есть везде. И везде есть джазовые клубы, и мы были в Риме в джазовых клубах. Ну, то есть, во всех крупных городах, себя уважающих, есть обязательно джаз-клуб. Ань, пожалуйста, очень мало времени остается, я хочу попросить тебя исполнить что-нибудь. Давай так, либо какую-то разницу показать, кусочек оригинала и кусочек джазовой обработки. Ну, в общем, на твое усмотрение мы замолкаем и с удовольствием слушаем. Ну, вот раз мы заговорили о том, что в каждой стране есть свой джаз, ну, это так смешно, в кавычках, конечно, то я могу исполнить кусочек, например, песни, всем известной. Огней так много золотых на улицах Саратова. Парней так много холостых, А я люблю женатого... Да, ну, вот как привычно мы, например, спели бы. Как красиво, боже мой, я прям еле сдержала, чтобы не подпеть тебе так. Хорошо. А когда я взялась эту песню аранжировать, я взяла другой совершенно ритм, я бы сказала R&B такой вот, и получилось что-то такое. Огней так много золотых На улицах Саратова Парней так много холостых О-о-оу, а я люблю женатого... Вот такая вот штука вышла. Я помню... Это замечательно. Я помню первый раз, когда это услышали, то был шквал возмущений от любителей чистоты жанра. Сказали, как новыми. Что, фолклористы или именно джазмены? Нет, джазмены, наоборот, прибалдели, и сказали, о, классно, им нравятся эксперименты. Люди, которые привыкли слушать музыку в том виде, в котором она была придумана, авторами. Но на это я говорю всегда так. Я с огромным уважением отношусь к источнику, к первоисточнику, к композитору и поэту, которые создали шедевр тот или иной. Я никогда не буду портить суть произведения. До неузнаваемости вообще влезать в него. Нет, я не буду добавлять туда какие-то гадкие элементы. Для меня очень важно просто по-новому раскрасить это, добавить туда какие-то смыслы новые, современные, что важно. Потому что джаз, хотя и уже довольно старенькая музыка, ему уже сто с лишним лет, но поскольку эта музыка в современном мире существует, она такая же современная, как все остальное, как мы с тобой. И все эти новые ритмы, они не портят музыку, они добавляют ей новое какое-то ощущение, новый вообще, новый колор. Я думаю, что это имеет право быть, и это нужно делать, чтобы люди, молодые, например, с увлечением это слушали, а не только вот бабушки, которые у радиоприемников сидят с платочками. Бабушки — это замечательно, но я хочу достучаться до аудитории молодой. Пусть они примут это, пусть они узнают, что джаз — это круто. Анечка, ну давай тогда мы с тобой еще раз, у нас 30 секунд остается, пригласим на твой концерт. Пусть кто-то для себя джаз откроет именно с твоего сольного концерта, который в Санкт-Петербурге 27 апреля. Приглашай, пожалуйста, всех еще раз. Дорогие друзья, да, приходите, пожалуйста, 27 апреля в концертный зал у Финляндского. Я буду исполнять рок-хиты зарубежные 80-90-х годов, джаз в их аранжировках. Там будет представлена целая эпоха рок-музыки, и будет очень интересно, энергично. Вау! Всем быть! Анна Батерлина, Ань, спасибо огромное, будем ждать встречи. Спасибо!